Слава Господу, братья и сестры, за то, что мы можем находиться в Доме молитвы. И, знаете, я хочу проповедовать о тишине, о важности тишины в жизни христианина. Там совершается Божья работа, там в тишине Дух Святой совершает работу, там восстановление, там обтесывание наше, там и наше духовное прозрение. И, знаете, Слово Божье говорит в первом послании к фессалоникийцам, я прочитаю, 11 стих. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». И вот первые слова. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо». И вы знаете, Слово Божье говорит «усердно». Усердно. Значит, надо прилагать к этому какое-то усилие, старание. «Усердно стараться о том, чтобы жить тихо». И, знаете, там дальше написано «делать свое дело». «Наше дело – дело Божье». И мы никогда не сможем делать дело Божье, если мы не будем жить тихо. И также в нас Бог, в нас самих, не сможет делать свое дело, если мы не будем жить тихо. Вы знаете, давайте вспомним некоторые места Нового Завета, которые говорят о тишине. Вы знаете, написано в первом послании к Тимофею, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Дальше там написано, когда говорится о том, какой должен быть пастырь, написано «тих». Вы знаете, я помню слова нашего брата Николая Яковлевича, который говорил так, что даже не столько должен быть одаренный пастырь дарами духовными, сколько он должен быть мягким. Сколько он должен быть мягким и тихим, потому что он работает с людьми. Потому что через него Дух Святой работает с людьми. И давайте вспомним еще одно место в послании к Галатам, где написано так. «Мы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Апостолы пришли к людям, проповедовали, и были, говорит, мы были тихи среди вас. Говорит, мы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. И дальше, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Знаете, где тишина, где тишина, там сможет работать Божья любовь и Божья нежность. Где тишина, там сможет работать эта Божья любовь и Божья нежность. Вы знаете, давайте вспомним, что когда строился храм, на строении его употреблялись обтесанные камни. И мы сегодня с вами живые камни. Но там написано, что ни молота, ни тесла, ни звука какого-другого железного оружия не было слышно в нем при построении храма. Все работалось аккуратно. Это прообраз, как Бог работает с людьми. Как Бог работает с людьми. Вы знаете, даже давайте вспомним утешитель, Дух Святой, утешитель. Его задача, вы знаете, его задача – утешить человека. Так как многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье, а часто в скорбях теряется вера, надламывается вера. Человек, он может побуждаться к недовольству, к ропоту. И, вы знаете, но Дух Святой, Он утешает человека. Он говорит ему тихо, что не все потеряно, не все потеряно. Смотри на Господа, взирай на Господа. Дух Святой работает. Вы знаете, хочется привести, привести такие примеры из Слова Божьего. И вот именно о тишине, именно о тишине давайте вспомним пророка Илью. Да, можно сказать, сильный Божий пророк на горе кормил. Бог дал такую победу своему пророку, своему народу. Когда сошел огонь на жертву, да, пожрал жертву, камни, воду, и весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Как было все сильно и правильно сделано и хорошо. Но мы помним, какие слова Елизавель послала ему сказать. Какие слова послал ему сказать, и Елизавель, она сказала, что ты примерно так, что что ты сделал с этими пророками валовыми и дубравными, то будет и с твоей душой. И вы знаете, не знаю, как правильно сказать, но смутился Божий человек. Знаете, надломилось его состояние духовное. И было очень непросто. Было по-настоящему очень непросто. И вы знаете, ушел в пустыню, лег под божевелым и кустом, там просил смерти себе. Но это все говорит о его состоянии таком трудном и тяжелом. И вы знаете, что ангел пришел, что ангел его послал на гору Хариф. И что там было на горе Харифе? Знаете, на горе Харифе произошло восстановление его. Помните, там Господь сказал ему, Илья, что ты здесь? Мы знаем, какие слова он отвечал. И Господь ему сказал, что вот пройдет бурный ветер, сокрушающий и раздирающий скалы, но не в ветре, Господь. Потом будет сильное землетрясение, но не в землетрясении, Господь. Потом будет огонь, но не в огне, Господь. И потом тихое веяние ветра. И в тихом веяние ветра. Там не написано, но в тихом веяние ветра и был Господь. И там произошло восстановление его. Восстановление. И вновь ему Господь поручает служение, что иди там, помашь Азаилов, царя над Сирией, и Иуя, царя над Израилем, и Елисея вместо себя пророки. И Божий человек смог восстановиться. И Божий человек смог восстановиться. И Божий человек пошел. И Божий человек сделал дальше, что надо было. Но надо было тихое веяние ветра. Библия говорит о том, что усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Давайте, братья и сестры, вспомним еще одно восстановление. Тоже Божьего человека. Хотя там нет слова «тихо», но если мы будем читать, мы увидим, что там все было тихо. Это апостол Петр. Это тот случай, когда явился Господь Иисус Христос, и им при Тевериадском море, когда они ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. А утром Иисус стоял на берегу и сказал, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он сказал, «Закиньте сеть по правую сторону и поймайте». И они бросили и поймали. И не могли от множества рыбы вытащить сеть. Тогда написано, что ученик, которого любил Иисус, сказал, «Это Господь». И Петр бросился и поплыл. Знаете, ну меня удивляет там, ну, все, там все в этой истории. Вы знаете, они приплыли, они видят огонь, и на нем рыбу и хлеб. Как Господь позаботился. Потом Он сам пришел и дал им. Сам Он берет им хлеб и рыбу и дает им. И вы знаете, когда они обедали, эти три таких вопроса, Госпетру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Вы знаете, как бережно Господь все это делал. Как бережно, как аккуратно, как тихо. Так, чтобы Петр не вспомнил, что он когда-то отрекся. Потому что дьявол бы мог ему, ну, лишний раз его ранить. Так все было сделано. Какая Божия любовь! Какая Божия нежность! Как работает Господь! Но в тишине. Работает Господь в тишине. И можно сказать, в подавляющем большинстве случаев Бог работает в тишине. Братья и сестры, я не имею в виду о молитвах. Когда Бог бывает, даже сам через пророчество и говорит, что «воззовите ко мне» или «взмолитесь». Все есть место. И молитвы такие. Сам Иисус Христос в тишине Гефсиманского сада написано сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление спасти, могущему спасти его от смерти. Но о кое-чем скажу дальнейшее. Знаете, давайте еще одно проследим такое, что в тихих водах восстановление человека и прозрение его. Давид не зря сказал, что Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. К водам тихим. Мы понимаем, это сказано о духовной атмосфере. О духовной атмосфере. Там утоление жажды, там восстановление, там обновление веры, там обновление надежды, там пополнение наших духовных сил. А, так как многими скорбями надлежит войти христианину в Царство Божие, то он часто нуждается в этом. Он часто нуждается, потому что скорби, они всегда, они всегда, ну, как бы, дьявол через них старается разрушить духовную атмосферу человека в нем. А Бог восстанавливает вновь и вновь. И вы знаете, водит к водам тихим. Мы, братья и сестры, иногда и я такой же, что можем не понимать вот эту большой смысл Божьей работы у вод тихих. Вот этот большой смысл, это большую значимость. И прочитаю слова книга пророка Исаии, восьмая глава, шестой стих. «За то, что этот народ пренебрегает водами сила Ама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя сирийского со всей славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих». Знаете, вот когда-то через пророка Исаии было такое обличение. Знаете, это было время, когда незадолго до этого пошли, хотели пойти войну, этот Рецин и сын Ремалин, этот Факей. Но Бог сказал, что этого не будет, не сбудется, но почему-то народ Божий восхищался ими. Может быть, потому что, так говорит история, что в то время эти Рецин и сын Ремалин, Факей, они были под ассирийским господством, но было время, они возмутились и вышли из-под этого господства. Возмутились, и, может быть, народ вот этим восхищался, что они получали свободу. Но самое главное, вы знаете, что народ Божий не понимал той духовной обстановки и того благословения в тихих водах. Знаете, почти то же самое, как Господь Иисус Христос сказал, когда въезжал в Иерусалим, сказал, что «О, если бы ты хотя в сей свой день узнал, что служит к миру твоему, но ныне это сокрыто от глаз твоих». И вот они не понимали, что благословение в этом, что устроение в этом, что защита в этом, в этих водах текущих тихо. И вы знаете, как-то я, ну, как бы, вот наш брат Николай Яковлевич, он часто обращал внимание на имена, на имена. И вы знаете, и я тоже открыл словарь и посмотрел. Рицин переводится твердость, а сын Рималин – это факей. Факей переводится «Он открыл глаза». Там написано «Он» с маленькой буквы. Он открыл глаза. А имя «Факей» происходит от имя «Факия». А «Факия» переводится «Яхве» или «Бог открыл глаза». «Факия» – «Бог открыл глаза». «Бог открывает глаза». И слепым физически, и слепым духовно. «Бог открывает глаза». «Факия». Но это был не «Факия», это был «Факей». Он открыл глаза. Братья и сестры, это подделка. Это подделка. Это не Бог. Мы можем вспомнить, что когда-то дьявол тоже сделал так, что у людей открылись глаза. Что когда они вкусили запретный плод, у них открылись глаза. И они перестали видеть Божие. Но что-то другое они стали видеть. Знаете, что-то до сих пор и другое мы можем видеть, и это другое может нас привлекать. В 118-м псалме написаны слова «Человек Божий молился и сказал, «Отврати очи мои, чтобы не видеть мне суеты». Чтобы не видеть. И чтобы эта суета не привлекала, не захватывала, не обольщала, не притягивала. Он открыл глаза, но не Бог. «Факей». Он открыл глаза. Послушайте, что дальше хочется сказать. «А народ Божий пренебрегал водами Селама, текущими тихо». Но ведь именно в эту купальню когда-то Иисус Христос послал слепорожденного человека. Именно там произошло исцеление. Именно там, где когда-то пренебрегали этими водами, текущими тихо, там открылись глаза. Там открылись глаза. И вы знаете, там состоялся разговор потом сразу у Господа Иисуса Христа с фарисеями, когда Господь Иисус Христос сказал, что «на суд я пришел в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». И знаете, они поняли, что Он говорит о духовном зрении и сказал ему «неужели и мы слепы?» Они поняли. И в то время было понимание, что должно быть духовное зрение у человека, что должно быть духовное зрение. Братья и сестры, мы с вами живем в последнее время. И у нас есть тоже опасность быть духовно слепыми. Я не желаю, чтобы это было ни с кем из нас, но давайте вспомним, что было сказано Ладикийской Церкви. Ладикийской Церкви, которой есть прообраз Церкви последнего времени, были слова сказаны «а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп». Духовное зрение было неправильное. Духовное зрение было неправильное. Вы знаете, а Дух Святой, Дух Святой открывает глаза. Дух Святой, давайте вспомним, в Посланке Феся нам написано такое место, «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца нашего». Дух Святой просвещает, но Он в основном работает в тишине. Братья и сестры, Библия говорит усердно стараться о том, чтобы жить тихо. И знаете, я хочу коснуться немножко музыки и скажу, конечно же, несомненно, есть музыка правильная и христианская. Я, например, вспоминаю слова брата Николая Яковлевича, когда он приехал из Бразилии, когда он свидетельствовал о там, о их церкви, о их духовных как бы направлениях и отмечал, что все-таки у них там водительство Божье на таком высоком уровне, водительство Божье. Он говорил о музыке, она говорит, плавное, спокойное. Плавное, спокойное. Это то должно, чтобы предрасполагать человека к тишине, чтобы он мог и видеть духовно правильно и слышать. А давайте вспомним, брат на этом месте свидетельствовал. Это такой брат Михаил Кукса из Украины. Когда он тут был зимой у нас, и он говорил о том, что он был на каком-то христианской конференции такой миссионерской, и когда, говорит, там пели один псалом, он говорит, ну, он же немножко так, знаете, и бывает, и с иронией говорит, да, но, говорит, я уцепился в стул, и я думал, это у меня слух такой, но я до конца выслушаю, я до конца выслушаю, и он внутри себя услышал голос, почему ты заставляешь меня принять то, что не от Отца, я сорадуюсь истине. И вы знаете, и есть, есть музыка, которая нехорошая, которая будет служить, чтобы разрушать наше духовное состояние, хотя она и поется песни о Боге, и прославление Бога, но это не тишина, там не Дух Святой, там, знаете, такой вот душевный, такой, такой, как бы сказать, подъем. Я немножко скажу, вот, братья и сестры, в Новом Завете нет такого ясно, конкретного о музыке, да, но я хочу с какой стороны зайти? Вы знаете, не все то, что было приемлемо в Ветхом Завете, приемлемо сейчас. В Ветхом Завете, если мы помним, там, в Псалме написано, хвалите его на кимбалах, на кимбалах громогласных, там, и еще, еще, это, это такое, что, вы знаете, но это был Ветхий Завет. В Ветхом Завете не было Духа Святого, Он не действовал так, как сейчас, и поэтому люди были там, образно сказать, с каменными сердцами, и потому Господь Иисус Христос сказал, что по жестокосердию вашему разрешил вам Моисей разводиться с женами вашими, по жестокосердию, но это был не грех тогда развестись, вот, я хочу на это, как бы, уделить внимание наше, не грех, но были жестокие сердца, и для этих жестоких сердец и надо была такая музыка, чтобы как-то немножко подняться, чтобы как-то немножко, ну, но когда пришел Дух Святой, когда Он начинает писать свои законы не на каменных скрижалях сердца, но на плотяных скрижалях сердца, которые делает сердце из каменного плотяным, там работает Божья любовь, и там работает Божья нежность. И Новый Завет, и Ветхий Завет в некоторых случаях имеют большую разность, большое различие. Там, еще раз повторю, было разрешено это. Было, было, но в Новом Завете больше тишина, больше любовь и больше нежность работают с людьми. И я хочу, братья и сестры, что еще сказать? Факей, вы знаете, он пришел к власти в результате переворота, он убил Факия. Он убил Факия, это в царстве Израильском, он убил Факия. Факия, вы понимаете, тот, кто написано с маленькой буки, он открыл глаза, убил того, кто написано, Яхве открыл глаза. Братья и сестры, вот эта вот такая музыка, она будет убивать в нас духовное состояние и убивать в нас духовное прозрение. Это все работает на душевной части, на душевной, но не на духовной, но они так близки. Вот, например, Сергей Дмитриевич, он тоже бывает иногда говорит такие слова, что душевные, духовные, они бывают так близки, что трудно различить, что трудно различить. Радость может быть на душевном уровне, может быть. Вы знаете, Иуда, Искариот пришел и сказал фарисеям и первосвященникам, что вы дадите мне, и я придам вам его. Они написано, обрадовались и согласились дать ему денег. Обрадовались. Это было душевное, но не духовное. Братья и сестры, Слово Божие говорит, чтобы нам усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Там, там Божья работа. Вы знаете, вот хочется такие слова вспомнить, это в песне, в песне, да, но я думал, ну точно так, как получилось с Петром, ну почти точно так, где поется так, что нежно ты склонился над моей главою и спросил так тихо, любишь ли меня неупреком строгим, нежною любовью ты тогда навеки приобрел меня. Вот как работает Бог. Вот как работает Бог. А это будет наоборот все разбивать в нас, разрушать в нас и ослеплять. Братья и сестры, у нас есть опасность. В Ладийской церкви было сказано, ты слеп. Ты слеп, ты не видишь. Пусть Господь нас благословит, дорогие братья и сестры, чтобы в нашей жизни иметь эту тишину, иметь, иметь, чтобы Бог совершал с нами работу, открывал нам прозрение, открывал нам глаза и чтобы Господь довел нас до тех обитель, в которые мы очень хочем туда, там быть. Господу пусть будет за все слава. Аминь. Слава. Слава.